Добрый день, коллеги! Сегодня в рамках семинара по основам Total Quality Management, то есть управления основанного на качестве, хотелось бы остановиться на принципах деминга. Что это такое, почему это выгодно, нужно ли применять? На мой взгляд, это основа, то, без чего применять любой из подходов Total Quality Management бессмысленно и малорезультативно. Поэтому, если вы задумываетесь об эффективном внедрении системы менеджмента качества, то этот материал для вас. Хотелось бы остановиться на словах Тейтиона, основателя производственной системы Toyota. Я до сих пор помню удивление, когда услышал, что для того, чтобы выполнить работу одного американца, требуется 9 японцев. Разве американец на самом деле тратит в 10 раз больше мускульных усилий? Очевидно, японцы что-то тратят впустую. И если мы сможем избежать этих потерь, производительность труда можно увеличить в 8-10 раз. Эта идея стоит у истоков производственной системы Toyota. Итак, в 8-10 раз производительность японских рабочих была ниже производительности рабочих в Америке в начале 50-х годов. К сожалению, эта же пропорция актуальна на сегодня, для России. На сегодня производительность российских рабочих в среднем в 7-9 раз ниже производительности тех же американцев, либо японцев. Зависит от отрасли и предприятия. Япония смогла сократить это расстояние и превзойти по некоторым направлениям Соединенные Штаты Америки. Честно говоря, я не вижу, почему не можем это сделать мы, почему это не может сделать Россия. Давайте посмотрим. Toyota сейчас, в 50-х годах, в начале 50-х, Toyota была чуть ли не на последнем месте в автомобильной промышленности. На сегодня, в 2010 году, выпуск автомобилей Toyota составил 8,5 миллионов штук в год. Это больше, чем у General Motors, больше, чем у Volkswagen, больше, чем у Ford, больше, чем у Chrysler. Если смотреть по капитализации, то на сейчас, на сентябрь 2011 года, капитализация Toyota выше, чем капитализация большой тройки в Соединенных Штатах Америки почти в три раза. Коллеги, это ли не достижение? Это ли не доказательство того, что, создав производственную систему Toyota, компания смогла добиться лучших результатов в мире, в своей отрасли? Итак, вернемся к подходу, на котором основан этот успех. Одним из его основателей является Уильям Эдвардс Геминг. Это крайне интересная личность. Он ровесник 20-го века, родился в 1900 году. По образованию, бакалавриат, инженером наук, кондукторская по физико-математическим. Начал заниматься статистикой в конце 20-х годов. Крайне практичный человек. Очень нацеленный на результат. И, тем не менее, это тот человек, который, помимо разработки статистических методов управления, описал те подходы, ту основу, которая необходима для того, чтобы управление, основанное на качестве, могло работать. На фотографии он, кстати, времен начала 50-х. Время начала его работы в Японии. Наверное, самым знаменитым высказыванием Геминга является фраза «Вы можете не изменяться. Выживание вообще не является вашей обязанностью». Действительно, изменяться – это решение каждого человека или каждой организации. Изменяться либо нет. Можно попытаться убедить себя, что все вокруг по-прежнему. Засунуть подобно страусу голову в песок и какое-то время пребывать в успокоенном состоянии. Вопрос – какие проблемы решит такое поведение. Что дальше? Вокруг – быстро меняющийся мир. Особенно там, где существует конкуренция. Либо вы будете меняться вместе с миром, или даже раньше его. Либо выживание не является вашей обязанностью, нового выбора нет. Этот закон касается людей, компаний, стран. Исключения, как правило, не бывает. Вопрос лишь во времени. Чем более конкурентная среда, тем меньше отпущен срок для принятия решений. Следующая мысль гейминга, на которой хотелось бы остановиться, звучит так. Новаторство – исключительный удел свободы. Новые идеи порождают люди, которые никому ничего не должны и отчитываются только перед самими собой. Хочу еще раз подчеркнуть. Гейминг – не романтик. Гейминг – статистик. Сугубо практический человек. Здесь речь идет о вполне конкретных условиях появления и внедрения новых идей в компании. Об условиях получения конкурентного преимущества. Кстати, даже советский опыт работы так называемых «шарашек», где в 40-х годах в заключенном месте создавалось новое оружие, не опровергает этой мысли. Как мне кажется, все новое, что там было создано, создавалось для защиты своей страны, внутренне свободными людьми, уменьшими самостоятельно и свободно мыслить. Иначе ничего нового бы не получилось. Давайте остановимся на знаменитой книге Гейминга «Выход из кризиса». Следует только подчеркнуть, что эта книга была посвящена кризису американской промышленности, не российской. Гейминг считал, что американцы начали прыгать в соревнования с японцами. Американский менеджмент начал утрачивать главное, а это главное – сам менеджмент. Собственно говоря, эту цитату Гейминг посчитал нужным привести в своей книге. Гейминг до 1980 года был сравнительно мало известен в Соединенных Штатах Америки. Хотя в Японии его именем названа Национальная премия качества. И помимо этого он награжден высшими государственными наградами Японии. В Соединенных Штатах Америки до 1980 года его почти не знали. К 1980 годам японская промышленность начала обгонять американскую по качеству продукцию. И когда к 1980 году в Америке задумали сделать фильм «Если могут японцы, то почему не можем мы?», то создатели фильма неожиданно для себя обнаружили, что отцом японской системы управления, основанного на качестве, является скромный профессор одного из американских университетов – Эдвард Гейминг. Собственно говоря, 80 лет после выхода этого фильма Гейминг проснулся знаменитым. Он вспоминает, что сразу же стал получать предложения. Один человек обратился ко мне с просьбой сообщить ему мою формулу успеха и предложил чек. Другие предложения были приехать на три дня и сделать так, как сделано в Японии. При этом не бралось в расчет то, что в Японии над этим трудились 30 лет. На самом деле, дело, конечно, не в волшебном рецепте, который можно мгновенно сообщить. Дело в изрядном упорстве и труде, направленном на реализацию верного подхода. Гейминг приводит следующий пример. Его коллега доктор Нельсон, статистик из преуспевающей японской корпорации, получил письмо. Президент моей компании назначил меня на ту же позицию, которую вы занимаете в своей компании. Он дал мне все полномочия и просил, чтобы я делал свое новое дело, не беспокоил его. Что мне делать? Как мне приступить к новой работе? Гейминг комментирует. Назначение кого-то на ту же работу, что делает доктор Нельсон, не создаст другого доктора Нельсона. Надо ухитриться вместить в четыре строчки столько непонимания. Предположение президента, что он может свалить на другого свои обязанности политисту в повышении качества, это вопиющее заблуждение. И кто бы мог принять такой мандат руководителя организации? Только тот, кто ничего не понимает в качестве и повышении качества. В данном случае гейминг говорит о том, что изменение управления компанией, а внедрение управления на основе качества – это весьма основательное изменение управления компанией. Это дело первого лица. И только если первое лицо этой компании посчитает, что необходимы эти изменения, что ради этих изменений имеет смысл тратить свои силы, время, деньги, только тогда эти изменения могут произойти. Отдать это на откуп кому-нибудь из сотрудников – это не срабатывает. Итак, давайте вернемся в Японию. К 1950 году, когда Деминга позвали в Японию прочитать семинары, провести обучение по управлению, основанному на статистических методах. Как мы помним, Демингу к тому моменту был уже 50 лет. Был достаточно взрослый, взрелый специалист, который достаточно точно представлял себе условия, необходимые для реализации его идей. Деминг поставил условие, что он пройдет семинар только в том случае, если там будут присутствовать первые лица компании. Он прекрасно понимал, что если первые лица не примут участие и не примут решение, что в это необходимо вкладывать свое время, силы, деньги, то изменения в системе управления не произойдет. Заниматься этим нет смысла. Японцы пошли на его условия. В основу семинара Деминг положил простую, но достаточно эффективную мысль. Экономика должна быть основана на качестве. Почему? Давайте посмотрим. Улучшайте качество. За счет меньшего количества ошибок, переделок и задержек, а также лучшего использования машинного времени и материалов уменьшаются затраты. Коллеги, давайте задумаемся. До этого времени считалось, что качество – это всегда дополнительные затраты. Что для того, чтобы было качество, нужны дополнительные контролеры. На самом деле это тупиковый путь, и по нему к этому моменту уже прошли некоторые американские фирмы. Деминг говорит, что качество – это снижение затрат, а не их увеличение. В результате повышения качества повышается производительность, поскольку у вас меньше ошибок, переделок, задержек. Вы займете рынок, предлагая лучшее качество по более низкой цене. Останетесь в деле. Сохраните и умножьте количество рабочих мест. Как только японский менеджмент постиг смысл этой цепной реакции, все жители страны, начиная с 1950 года, обрели общую цель – имя и качество. Собственно, эта позиция выигрывают все. Выигрывают рабочие, у которых есть рабочие места. Выигрывает менеджмент, которые отвечают за повышение производительности, а значит и прибыльности компании. Выигрывают владельцы бизнеса. Это, собственно, и страна, где находится компания, поскольку конкурентно способный производств оплатить налоги, создает рабочие места, является потребителем многих социальных услуг. Благодаря движению к этой цели, собственно, и поднялась японская промышленность, а за ней вся экономика Японии. Соответственно, жители этой страны получили возможность получать высокую оплату за их квалифицированный и результативный труд, а значит и возможность достаточно хорошо жить. Давайте посмотрим дальше. Демин говорит, что необходимо рассматривать не отдельное производство, а целиком систему в совокупности ее бизнес-процессов. Начиная от поставщиков сырья и комплектующих, далее производства, доставка до потребителя и, собственно, оценка удовлетворенности потребителя. Затем обратная связь, изучение потребителей, выяснение, каким образом можно дать потребителю большую удовлетворенность, уточнение требований к продукту, конструирование и переконструирование, определение, какие нужны комплектующие, бизнес-процессы на производстве и так далее. В общем-то, это один из вариантов цикла Деминга-Шухарта, на котором мы, очевидно, остановимся уже в следующий раз. Эта схема была показана впервые в августе 1950 года на конференции с высшим менеджментом в Японии. Так, Уильям Эдвардс Демин. Один из его постулатов – это сотрудничество, от которого выигрывают все. От лучшего качества выигрывают все, от плохого качества проигрывает каждый. Это то, что лежит в основе подхода Деминга. Если это базовое положение используется, то система менеджмента, основанного на качестве, может дать великолепные результаты. В первую очередь за счет снятия противоречий между рабочими менеджерами, между менеджерами и владельцами компании. Если будет выпускаться качественно, без брака и переделок продукция, то выигрывают и рабочие, и менеджеры, и собственники компании. Здесь идет долгосрочное совпадение интересов. Конкурентоспособная продукция, получение доходов, позволяющих развивать производство, а значит хорошие, удобные условия труда, и выплачивать привлекательную заработную плату, а значит набирать заинтересованных в результате труда рабочих, дать им возможность гордиться своим трудом, выпускать качественную продукцию. Результат – долгосрочная прибыль. Выигрывают все. 14 принципов Деминга. То, что, по его мнению, лежит в основе подхода, то, без чего построение системы управления, основанного на качестве, невозможно. 1. Добивайтесь постоянства цели – непрерывного улучшения продукции и услуг для достижения конкурентоспособности, сохранения бизнеса и создания рабочих мест. То есть, цель должна быть одна – непрерывного улучшения продукции и услуг для максимального удовлетворения потребителя вследствие за повышение конкурентоспособности. 2. Примите новую философию. Мы находимся в новой экономической эре, начато в Японии. То, каким путем смогла развиться Япония, то, каким путем там смогли добиться качества и снижения себестоимости продукции, этого уже не вычеркнуть из истории. И это новая ступень в развитии нашей цивилизации. Либо мы через нее пройдем, либо мы не сможем стать конкурентоспособными. 3. Покончите зависимостью от контроля качества. Устраните потребность в массовых проверках, прежде всего, встраивая качество в продукцию. Действительно, давайте задумаемся. 4. Никогда контроль сам по себе не давал качества. Он всего лишь фиксировал, сколько было брака. Улучшить качество можно только выясняя действительные причины брака, то есть занимаясь бизнес-процессами, обеспечивая невозможность выпуска некачественной продукции, то есть встраивая качество в продукцию. 4. Положите конец практике оценки и выбора поставщиков только на основе цены. Вместо этого минимизируйте общие затраты. 5. Стремитесь найти единственного поставщика для каждого вида поставок на основе долговременных отношений и доверия. 6. Если у вас много поставщиков по одному виду продукции, вы не сможете выстраивать с ними со всеми отношения на основе долгосрочного сотрудничества и уж точно не сможете помочь им улучшить качество их продукции. 7. Если у вас один поставщик, вы сможете, решив свои проблемы, помочь разобраться с проблемами качества и ему, таким образом обеспечив себе надежный канал получения качественных комплектующих. 8. Вспомните схему, которую перед этим рассматривали. Сделать нормальную продукцию можно только имея нормальных поставщиков. Кстати, история показывает, как только Toyota навела некоторый порядок на собственном производстве, ее лучшие сотрудники были откомандированы помочь построить систему менеджмента, основанную на качестве ее основным поставщикам. 5. Постоянно и непрерывно совершенствуйте систему производства и обслуживания. Чтобы улучшить качество и производительность, а значит беспрерывно снижать затраты. Коллеги, давайте посмотрим еще раз. Хорошее качество – это снижение затрат. Это подтверждается неоднократным опытом. Снижение брака, переделок, потерь ведет к снижению затрат. 6. Ведите обучение. Проводите регулярную подготовку и переподготовку кадров. Без должного обучения невозможно эффективное выполнение требований клиентов. Обучение рабочего не должно, походя, выполняться другим рабочим. Нужно убедиться, что сотрудник действительно знает, что от него требуется, каким образом быть лучшим, как эталонным способом выполнять свою работу. 7. Учредитель лидерства. Целью руководителя должна стать помощь людям, совершенствование станков и приспособления, чтобы они работали лучше. Нужно пересмотреть методы руководства по отношению как к менеджерам, так и к производственным рабочим. 7. Коллеги, необходимо понимать, что руководитель – это прежде всего сервис. Я помню эпизод, когда на организационной диагностике в одной из торговых компаний я задал вопрос владельцу компании, кого он считает своим клиентом. Это была правильная компания и владелец, совсем не случайно сумевший ее развить. Человек ответил, что мои клиенты – это все мои сотрудники, я для них сервис. И это действительно так. Если человек организовывает возможность работы для своих сотрудников, то есть если есть ресурсы на направление работы, есть организация труда, есть система стимулирования, то дальше продукты вообще-то создают уже его сотрудники этой компании. Итак, без лидера, который нацелен на перемены, эти перемены невозможны. 8. Изгоняйте страх, чтобы все могли работать эффективно на компанию. Коллеги, необходимо понимать, там, где существует страх, там обязательно существует ложь. Там вы никогда не получите полной объективной информации, необходимой для принятия решений. Особенно в кризисной ситуации. Как только люди боятся, они будут вам говорить то, что вы захотите по их мнению услышать, а не то, что существует на самом деле. То есть, если будет страх, вы не сможете управлять компанией по тонким сигналам. То есть, вы не будете знать ничего до тех пор, пока ситуация не взорвется. 9. Разрушайте барьеры между подразделениями. Сотрудники исследовательских, проектных, торговых и производственных подразделений должны работать как команда, чтобы предвидеть возможные проблемы при производстве и эксплуатации продукции, при предоставлении услуг. 10. Коллеги, если люди работают в одной команде, в одной бригаде, либо группе, связанной с каким-либо проектом, они могут увидеть точку зрения друг друга, увидеть ситуацию с другой позицией. Как только они выходят за рамки своего отдела, они могут яснее видеть, кто является поставщиком в их процессе, где они являются поставщиком, что необходимо сделать, чтобы выиграла компания в целом и ее клиенты. 10. Откажитесь от лозунгов, призывов и установления целей для рабочих, требующих нуля дефектов и выхода на новый уровень производительности. Такие призывы лишь вызывают враждебность, поскольку в большинстве случаев низкое качество и производительность на совести системы, и, следовательно, неподвластны рабочим. 11. Коллеги, если вы показываете какую-либо цель, будьте добры, показывайте и средства ее достижения. Если этот путь зависит от системы, то необходимо в первую очередь менять систему. Призывы допустимы лишь в тех случаях, когда результат зависит напрямую от работника, а не от системы. Тогда в этом есть смысл. Особенно, если работник четко знает, что от него ожидают и как этого достичь. 11. Устраните произвольные количественные нормы и задания. Замените их поддержкой и лидерством большинствующих руководителей, чтобы постоянно достигать улучшений в качестве производительности. Если упрощенные, навязанные свыше цели ставятся для того, чтобы двигать компанию вперед, то их выполнение становится более важным, чем удовлетворение потребителя. Какие цели никогда не будут правильными, может быть, кроме очень редких случаев. Коллеги, давайте понимать. Важно либо выполнение показателей, либо удовлетворение потребителя. Иногда, в некоторых случаях, эти два понятия могут совпадать. Хотя, не очень часто. Но, если на выполнение показателей повязан система материального стимулирования, то это может быть более важным для работника, чем удовлетворение потребителя. В результате проигрывает вся компания. Двенадцатый. Дайте сотрудникам возможность гордиться своей работой. Устраните барьеры, которые обкрадывают рабочих и руководителей, лишая их возможности гордиться качеством своего труда. Есть масса препятствий, по которым рабочие не могут гордиться своей работой. Если они занимаются бестолковой работой, если им неудобно работать, если за каким-то инструментом им необходимо бежать в другой конец цеха, это не повод для гордости своим трудом. Гордиться не могут тогда, когда они делают действительно качественную работу, когда они не занимаются ненужной работой, когда там нет потерь. Вы видите, что здесь совпадают интересы владельцев, менеджеров, рабочих. Если рабочий сможет гордиться своей работой, то это скажется на капитализации компании. Зависимость прямая. Двенадцать. Учредите широкую программу обучения и самосовершенствования. Организации не просто нужны люди. Ей нужны сотрудники, совершенствующиеся благодаря образованию. Коллеги, если вы хотите, чтобы рабочие занимались оптимизацией тех процессов, в которых они работают, чтобы не было неправильных, ненужных, пустых действий, вы должны дать возможность рабочим заниматься самообразованием и совершенствованием, что отразится в истории цены в бизнес-процессах компании. Вовлеченность высшего руководства и его действия. Четко определите непоколебимую приверженность к постоянному улучшению качества и производительности, и его обязательство претворять в жизнь все рассмотренные выше принципы. Уважаемые, без того, чтобы первое лицо посчитало своей личной целью внедрения менеджмента, основанного на качестве, к сожалению, ничего не получится. И если вы это первое лицо, то ответственность целиком лежит на вас. Еще раз вспомним цитату из Деминга. Вы можете не изменяться. Выживание вообще не является вашей обязанностью. Далее. Мне хотелось бы обратить внимание на смертельные болезни, мешающие, по мнению Деминга, улучшению качества. Первое. Отсутствие постоянства. То есть, если у вас каждый раз будут меняться цели, то понятно, что никто напрягаться по поводу их выполнения не будет. Если вы решили, что внедрение менеджмента, основанного на качестве, это долгосрочная цель, значит, это также должны понимать ваши сотрудники. То есть, что это подход всерьез и надолго. Второе. Семиминутная выгода. Мышление, ограниченное желанием семиминутной выгоды, несовместимо с целенаправленным введением дел, исходя из перспективы развития. Квартальные. И даже годовые показатели прибыли иногда могут идти вразрез со стратегическими целями развития компании. Коллеги рассказывали даже о Нодельвербенце, когда бонусы высшего руководства были завязаны на ретону Нессетс, то есть на величину дохода в отнесенном к единице активов. Высший менеджмент не всегда задумывался о стратегических перспективах, давая большее внимание сравнительно к краткосрочным показателям, влияющим на величину годовых бонусов. В результате проекты, требующие инвестиции, но не дающие отдачи уже в текущем году, не приветствовались. Есть китайская поговорка, что даже много тактических побед не заменит одного верного стратегического решения. Коллеги, задумывайтесь не только о тактике, но и о стратегии. Иначе долгосрочная прибыль может пройти мимо. Третье. Системы аттестации и ранжирования персонала, управления по целям, зачастую сводятся к управлению на основе страха. Различия между сотрудниками очень часто обуславливаются самой системой производства. Коллеги, аранжирование людей, кто лучше, а кто хуже, далеко не всегда ведет к тому, чтобы они более эффективно работали. Если цели устанавливаются формально, если не обсуждается, что именно нужно сделать для достижения поставленных целей, то такая система может принести больше вреда, нежели пульсы. Четвертое. Перескакивание управляющих с места на место. Понятно, что человек должен понимать, чем он занимается, и видеть долгосрочные цели. Пятая. Использование только количественных критериев. Гейминг говорит, что самые важные цифры в компании зачастую не определены, что самые важные показатели компании нельзя отразить количественно. Коллеги, давайте задумаемся. Это говорит статистик, статистик, который потратил на работу и осмысление цифр десятки лет. Действительно, очень многие вещи, которые связаны с культурой компании, с отношением людей к труду, с тем, что они гордятся или не гордятся своим трудом, неопределимо количественно, хотя они напрямую влияют на конкурентоспособность и долгосрочную прибыль компании, на ее капитализацию. Давайте тогда задумаемся о том, достаточно ли только цифровых показателей для исчерпывающего суждения у компании. Итак, на основе опыта сотен и тысяч последователей управление, основанное на качестве, как правило, дает снижение брака, снижение переделок, снижение простоев, снижение запасов, уменьшение производственно-финансового цикла, повышение мотивации рабочих, снижение себестоимости. То есть, на самом деле, это повышение долгосрочной прибыли компании. Здесь приведена медаль имени Эдварда Деминга, медаль по качеству, высшая награда в области качества в Японии. Коллеги, еще раз, та основа, которую дал Демин, то, о чем мы сегодня с вами говорили, если она используется, если в действительности используется, то, как бы ни называлось ее применение, то ли это ЛИН, то ли это производственная система Тойота, то ли ШЭСИГМ, то ли ТОТАЛ КОЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ, это дает результат. Удачи, коллеги! Дополнительные материалы и перечень литературы можно найти на сайте www.lin-marketing.ru Если будут вопросы, задавайте по адресу lev.mail.1.gmail.com С уважением, Вячеслав Лев, сертифицированный консультант по управлению.